Ребят, всем здорова! Ну что, давайте сегодня поговорим о том, стоит ли быть вообще моряком. Какие плюсы, какие минусы. Ну, еще об одной теме. Конечно, моряком быть достаточно удобно в плане того, что, в принципе, работа всегда есть. Она достаточно неплохо оплачиваемая, допустим, если сравнивать с теми зарплатами, которые в нашем городе, да, провинциальном, например, семья с Архангельского, соответственно. Там так себе все сработает, особенно. Когда у тебя толком образования нету, ты ничего хорошего в себе не найдешь. Это первое, да, что зарплата. Второе, второе, то, что контрактная основа, 4 месяца ты работаешь, 4 месяца отдыхаешь, у тебя отпуск самый большой, наверное, на, причем, у кого-либо, в принципе. Даже в госструктурах, там, по-моему, максимум, насколько я знаю, 80, по-моему, дней в год может быть. Ну, где-то так примерно, от 50 до 80. А мы можем отдыхать там 120 дней. Кто-то по полгода сидит. То есть это очень неплохо. Третье, зарплата твоя, которая идет тебе на счет. Если ты еще не имеешь семьи, ничего, она у тебя в честном виде остается на счету. Если ты, конечно, не транжира, и в портах не ходишь, не гуляешь, не трачешь деньги, там, на шмотки, на бары, на девчонок, и так далее. Вот. Это как бы большой будет плюс, потому что будет копиться. На судне вас и накормят, находят и, так скажем, спать уложат. Вот. Ну, и четвертое, конечно же, рост. При вашем желании он достаточно быстрый. И зарплата ваша тоже рассчитет, так скажем, геометрической прогрессии. Вот. Все зависит от вас. Ну, и пятое, хочу задать вопрос. А надо ли оно? Вот это все. Потому что все-таки потраченное время здесь, да, полностью там по четыре месяца ты просто вылетаешь из световой, из световой, так сказать, из своей жизни. Вот. И эти дни, к сожалению, не вернуть. Поэтому тут каждый сам выбирает, нужна ему эта тюрьма или нет. Вот. Я немножко к этому более философски отношусь. Я стараюсь время проводить с пользой для себя максимально, да, в последние годы, по крайней мере. Вот. Что-то для себя новое узнаю. Стараюсь. Опять же, да, есть все коммуникации. Раньше, допустим, еще вот, когда начинал, была проблема со связью. Переходы были большие. То есть домой не позвонишь. Никаких новостей, ничего. Вот. Сейчас порты как бы часто повторяются. Если вам такое судно, когда ты постоянно на связи. Вот. В курсе всех событий, которые происходят в мире. То есть немножко проще, конечно. И контракт, получается, идет достаточно быстро. Вот. Не замечаешь. Два через два. Это вообще отлично. Но опять же, да, считайте. Год по полугоду у тебя просто улетает. Почему я поступил в мореходку? Ответ очень прост. В институт у меня, в принципе, не было возможности оплачивать. Бесплатно бы я не поступил. Потому что раздолбайничал достаточно много, да, в школьные годы. Вот. Начал-то я только в мореходке. Когда уж пошел в море, он тоже английский изучает. Вот. Я еще, кстати, в море иду немножко, посмотрю вперед, естественно. Но в любом случае, чтобы не обращать внимания. Вот. А в мореходке немножко проще было, конечно же. Знаю, что в любом случае в институте там нужно прилагать усилий тоже немало. Вот. Ну, первый, второй курс, естественно, были самые такие сложные, наверное. А потом уже проще стало. Ну, заканчивал я уже заочно. Хотя многим советую, на самом деле, есть возможность поступать из заочно. Ну, если, конечно, вас в армию не заберут. Потому что заочно уже в армейку вас по-любому подтянут. Просто на заочке я вам скажу, как бы, там серьезные... Ну, ребята приходят, которые уже... Цель у них научиться. Вот. Когда вы пойдете, как бы, молодым, да, горячим пацаном, и там такие же будут. И просто, как бы, вам некогда будет учиться, на самом деле. Если вы и человек, который, да, тоже любит идти туда, куда масса, да, идет. Вот. Поэтому будете очень много времени тратить на всякие вот эти движухи, как ненужные, которые будут вам мешать. Поэтому я, как бы, потратил на это время, ушел там на практику, вернулся не успел. В итоге пришлось заканчивать заочно. То есть я там опоздал, но года четыре, наверное, с морями, с этими, со всеми. Вот. Ну, ничего не поделаешь, так вот бывает. Поэтому вам советую именно заочку стремиться. То есть там вы будете и работать, и заканчивать. То есть получится в любом случае быстрее, чем вот. Таким образом, как я с половиной отучился очно, потом, чуть больше половины я отучился, да, соответственно, очно, потом заканчивал заочно. Это очень большая потеря времени. Но в этой жизни ничего зря не происходит, поэтому жалеть смысла нету. Я работаю, доволен жизнью. Мне, в принципе, всего хватает. Главное, чтобы была девушка, которая вас ждет всегда с моря. Обязательно. Это, наверное, один из важных факторов для моряка. Потому что... Нет, лучше бы она вообще не ждала, чем так, которые там, знаешь, в месяц подождут, но потом они, короче, все, любовь проходит. Такое тоже бывало. Ну, еще лет 17, 18, 19. Такие, да, мы попадались. Поэтому моряк либо холостой, либо с верной женой. Других вариантов нет. Еще одну тему, да, думаю, с морем достаточно. Хотел бы поговорить, чтобы не терять времени, такой, достаточно, скажем, печальный, в чем-то, да, теме. Вот. Это именно поговорить о людях, которые ограничены возможностями, да, передвижения. Вот. К чему это все приведу, потом вам, естественно, заключение скажу. Включая, наткнулся на страницу в Инстаграме, специалист с девчонкой. Вот. Я увидел, что она на коляске, просто задал вопрос, что и как так получилось. Вот. Девчонка молодая, 22 года. Вообще она получила травму позвоночника в 11 лет. И, к сожалению, врачи ничего сделать не смогли. У нее очень сильно был перебит позвоночник. И, соответственно, девчонка уже порядка, да, 12 лет не ходит. То есть сидит в коляске. Вот. Тем не менее она перевела с Украины в Москву. И, на самом деле, там условия для инвалидов немножко получше. Есть. Автобусы специальные ездят. Вот. С дорогами проблем нет, да, допустим, как у нас. Если в Архангельске, допустим, ты инвалид, то все, я считаю, это полнейшая беда. Я вообще очень мало инвалидов на колясках вижу. Единственное, там бывает, сидят где-то у магазина, денег просят. Ну, это какие-то бомжи уже, не знаю, алкоголики, которые там ноги отрезали, из-за того, что они всю жизнь бухали, курили. Вот. А именно вот нормальных, здоровых людей очень редко встречаешь. Хотя их очень много у нас, понимаете? Очень много. Вот. И не знаю, я раньше как-то на это не обращал внимания, но сейчас понял, что к этим людям нужно очень большое внимание со стороны государства. Ну, оно не думает вообще, ну, никак. То есть здесь никаких нет. Если Москва, Питер, тот же город Калининград, то есть как-то города еще приспособлены, да, более-менее. Опять же, там много нюансов. Я вот посмотрел, допустим, сравнил с Финляндией, то есть там даже в супермаркет, есть там на любой этаж ты можешь специальный вид для инвалида именно, да. У нас заедет какой-нибудь там магнит, ты на коляску не заедешь. А в основном в обычных там дворах такие магазины и стоят. Магниты, спары. Там ничего не предусмотрено. Понимаете вообще, в чем трагедия? То есть если ты инвалид, ты живешь один, то все. Ты считай обречен на вот такое жалкое существование. Вот. Хорошо подоходы тебе принесет. То есть родные, вот. А когда ты остаешься один, это все. Это труба. Государство тебе не поможет. Там какие-то социальные службы, да, социальные личности, которые приходят и помогают, да. Ну, как на практике показывают у нас, они приходят только там раз в две недели. Это в лучшем случае, да. Там, побеседовать, наверное, что-нибудь. Помогают, может, чем-то, не знаю. Вот. Какие-то вопросы решить. Ну, этого недостаточно. Так вот, я так, к чему это все записываю? Потому что надо себя беречь, ребят. Особенно, если вы приходите в море, будьте аккуратней. Потому что до инвалидного кресла всегда один шаг. То есть, где-то вы оступились, палец комится. Вот. Высота даже может быть 2-3 метра. То есть, все. И легко сломаете. Хорошо, если вы там через два года, да, там, после перелома восстановиться сможете. А если нет, то все, вам считайте. Вам нужно будет учиться заново жить. Вот эта девочка, как бы, еще хорошо, что она получила повреждениями в 11 лет. То есть, она, как бы, ну, наверное, не так еще тогда привыкла. Ходить, бегать, хотя, тоже тяжело, да. В 11 лет все-таки она уже знала, что это и чувствовать ноги, ходить. Вот. И вот так вот все закончилось. Девчонка очень хорошая, симпатичная, умная. Вот. У нее есть инстаграм. Я оставляю в описании. Вы можете зайти, посмотреть и обязательно подпишитесь. Напишите также свои комментарии. Вот. На нее, кстати, подписан тоже один известный блогер Артем Тарасов. Кстати, говоря, через него я зашел тоже. Думаю, я просто на кого он подписан. Я вот, ну, девчонка на это вышел. Я сейчас случайно зашел. Мы дай гряну. Вот. И так вот разобщались. Я считаю, что ей надо немножко помочь. Сделать репост, чтобы ее инстаграм немножко развивался. Вот. Посмотрите. Будет интересно. Она, кстати, очень похожа на певицу, на Елену Темникову. Я ей уже об этом говорил. Вот. Очень фотогенично. Даже не скажу, что. Сначала вообще подумал, смотрел. Думал, что девушка просто рядом с коляской фотографируется. Сидит там. Там, не знаю, там, то есть с голыми ногами. То есть я думал, ну, нормально, здорово. Просто коляскому. Может, там, кого-то, но не ее, короче. В итоге оказалось, что она инвалид. Тем не менее, она жизнерадостная. И на позитиве всегда. В любом случае, что бы ни случалось жизни, будьте всегда на позитиве. Мыслите всегда. И в море, и дома. Не расстраивайтесь. Все у вас будет хорошо. Все, ребят. В принципе, на сегодня, я думаю, хватит. Ролик затянулся. За подписку будет вам тоже счастье. Все. Всем пока.